История иконы Богоматери неразрывно связана с Почаевским монастырём. По легенде, в XIII веке двум монахам явилась Богородица. Она стояла на камнях, окружённая сиянием. А там, где ступила нога Божьей Матери, остался след, который наполнился водой. На нашей жизненной пути немало испытаний. Но во всех обстоятельствах может найти утешение и подкрепление в молитвы, обращенных в День Мои. Среди для волнений, бурного житейского моря, она верно указывает на ход жизни, поевания и зарубежных расходов. Отпечаток сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которая источает камень. В этом месте была построена церковь в честь Божьей Матери, ставшая частью монастырского комплекса. За свою историю Почаевский монастырь претерпел немало бедствий. Почаевская икона Божьей Матери считается чудотворной. К ней обращаются за исцелением, для скорейшего разрешения конфликтов или за помощью в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ее также просят о гармонии в семье и улучшении отношений с детьми или родителями. «Чудотворная икона Божьей Матери, потому что она исцеляет от болезней. К ней, когда приходишь и просишь у нее, она, поверьте мне, она исцеляет, она исцеляет, она дает облегчение, она вдохновляет, она покрывается именофором, и она всех христиан окомляет, поэтому она чудотворная икона». После Божественной Литургии свое шествие начал крестный ход от храма в честь иконы Божьей Матери Почаевской, которую возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. «И сегодня ее прославляя, мы все с вами молим и просим об этом, чтобы она исцелила нас всех с вами от наших болезней, душевных и телесных, чтобы она градила и защитила Отечество наше и ту землю, у которой она ступила своей стопой, чтобы там наступил мир и благодать». На богослужении присутствовали и официальные лица нашего города, чтобы поздравить всех православных. «Нефтьюганский храм достойно носит имя иконы Божьей Матери Почаевской, способствует взаимопониманию и согласию людей разных национальностей и конфессий, развитие добрых отношений и является общепризнанным центром духовного развития и нравственного воспитания населения». Также митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поделился радостной вестью о том, что на Святой горе Афон написана икона Пресвятой Богородицы-Млекопитательницы специально для «Нефтьюганска». Она уже готова, доделывается риза, которая будет ее украшать. Будет подготовлен киот, в который икона будет помещена. Ангелина Кагальникова, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин